Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, зайдем в тренировку и заберем наших всех бойцов. Хорошим уже здесь сидеть и тренироваться. Так, ну что, одно дело сделали и это уже хорошо. Так, квесты, что у нас здесь? Запрос. Так, пока все хорошо, ребята. Так, в магазине забираем бесплатно. Терак... подожди-ка, подожди-ка, Теракоша, а что у нас с Теракошей тут происходит? А ну-ка, покажите-ка мне, пожалуйста. Опачки, ребята, фуллочка. Пять звезд у нас получает с вами башня. Так, развиваем. Башня Костей получает пятую последнюю звезду. Это круто, ребята. Вы знаете, что она у меня играбельная, поэтому для меня это очень хорошо. Так, а здесь у нас Теракоша. Наконец-то он у нас получает с вами пятую звезду. Замечательно. Классно. Я очень, ребят, доволен. Так, и зайдем сразу на арену, посмотрим, что нам достается. Так, 21 карточка на базу, а что в ящике? Покажите, пожалуйста. Вау. Смотритель 14 карточек дали, да? На башню Рощи 13. Так, хиллбот, репульсор и 16 тысяч голды. Слушайте, неплохо я вам скажу. Давайте быстренько с вами проведем бой на арене, да, для того, чтобы приступить уже к откату. И мы сразу начнем, наверное, с... Да, вот с этого отряда, потому что он у меня, как говорится, самый такой, ну, не культовый. Но частенько мы играем, да, благодаря нашему тыквоголовому. Кстати, ребят, пока я играю в Tower Conquest, хотел спросить у вас. Мы будем с вами проходить вторую и третью часть игры, которая называется Kingdom Rush. Если да, то пишите об этом в комментариях, и мы сразу же приступим в ближайшее время к прохождению. Ёлки-палки, я и забыл, что терракотовый воин у нас вот так вот выглядел когда-то. На, с удара, рассыпался. О, карточка. Слушайте, ребят, когда он у меня прокачан по фулке, да, мне начинают выпадать карточки на него. Да ладно, пагода, успокойся, что ты мне тут со своей погодой... Смотри-ка, заморозил. А ну-ка, тыквоголовый, устрой-ка им карнавальную ночку здесь. Так, спасибо за золотишко, но базу мы, естественно, сейчас разобьем. Да, ребята. Ну что же, естественно, мы с вами будем на первом месте. И довольно долго, так что я успею пофармить. Так, друзья, что у меня по друзьям? Я смотрю, тут подарочки какие-то пришли. Ну, естественно, естественно, начинает подвисать все это дело. Забираем абсолютно все. Так, я смотрю, у меня на втором месте тут Борис. На третьем месте Борис, потом идет Никита, Дмитрий. В общем, делаем всем. 79 подарков я рассылаю. То есть, 79 друзей у меня в данный момент со мною, как говорится, на Фейсбуке подписаны. Так, ну, собрать все или что? Что ты тут мне теребунькаешь? Так, еще один квест выполнили. Давайте заберем два гема. Ну, и поехали, как говорится, проходить основную сюжетку. В общем, ребята, вы попросили меня играть до тех пор, пока все мои персонажи не будут пятизвездочными. Хорошо, пожалуй, мы так с вами и поступим. Ну, а в данный момент у нас с вами нежить. И так, сотый уровень. Я думаю, что нет. Тут, ребята, есть прыгун. Это опасный чувачок, поэтому нужно его контролировать. И вот этот отряд зайдет как нельзя лучше, поверьте мне. Сейчас вы в этом сами убедитесь. Так, поехали. Я уже, ребята, смотрю, везде выискиваю эти тыквы. Потому что тут в последнее время зависал в Иратусе, а там сейчас ивент идет, да? Если ты находишь тыквы, по-моему, я рано выпустил. Если ты находишь тыквы, там тебе дают определенные классные скиллы. Не скиллы даже, а скины. Опа, вот это, вот это, ребята, я лопухнулся. Вот что, как говорится, заговорился, заболтался, во всем забыл. В общем, фейл. Вы сами понимаете, да, почему? Почему это так произойдет? Я мага-война выпустил очень-очень рано. Он должен был у меня контролировать, естественно, этого прыгуна. Но, ладно, фиксим. Давайте ускоряться и будем переигрывать этот уровень. Единственное, конечно, мне жалко, что попытку мы с вами просто сфейлили. Вот так это должно было быть. Вот так. Вот таким бы образом у нас бы все было бы хорошо. Ладно, в любом случае мы с вами сейчас получим... Да ладно! Так, квест завершен. Защита это лучшее нападение, да? Точнее, нападение это лучшая защита, что-то такое было. Карточки просто сыпятся мне. Ну, не те, что нужны. Так, ладно, ребята. Естественно, продолжать. Ну, это никуда не годится. Я никогда уже не прохожу, ребят, на две звезды. Естественно, три звездочки как минимум. Переиграем. Так, рыцарь, воин, рыцарь, воин, воин-маг. Сейчас будет ждать, естественно, прыгуна. А он с секунды на секунду появится. И будем сразу же его контролировать. Ну, давай выходи по прыгунам где-то там. Я же знаю, что ты выйдешь. Смотрите, ребят. Да елки-палки, как ты... Не вовремя-то, а? Давайте ждем, ждем. Сейчас будет его на прыжок легендарный, да? Тукс. И надо же, он без ускорения. Он вышел без ускорения. Так, вот это плохо. Ну, подбей, зомби. Траванется, наверное, да, сейчас? Ай-яй-яй. Плохенькое это дело. Давай, наверное, ультушечку применим. Ух, как шикарно пошло. Вызовем своего прыгуна. И Ронина вдовесочек. Бумс, чумную мышь разорвало. Вот, вот это я понимаю. Вот, когда прыгун в гневе, в ярости, он просто тут наяривает. Будь здоров. А вот и вражеский прыгун. Давайте встретим его. Рыцарь-маг уничтожает. И еще одного прыгуна с вами вызываем. Так, и Ронина еще вдовесок. На-ка. Ну, что я могу сказать, ребята? Победушка здесь за нами, естественно. По-другому и не должно было быть. Кстати, первая попытка должна была быть именно вот такой. Так, ну что, у нас здесь Женец. Женеца мы с вами возьмем на ульту. Я думаю, в принципе, должно сработать. Такой здоровый гигантский череп с костями. Прикольно смотрится это все. Так, я не понял только одного. Просмотрел точнее. Так, у нас банши. А прыгун-то здесь сохранился или нет? Ну-ка, Ронин, покажи-ка. Ай, как всегда идет в штаны наложил. Ё-моё. Ну, да, быстро она с Ронином справилась. Очень быстро. По-моему, здесь нет прыгуна. А это о чем говорит, что я могу вызвать нашего прыгунчика тогда, да? Ай, взорвется он. Тихо! Да что ты... Не успел. Успел он все-таки ударить. Да господи, у меня что-то с мышкой она клинанула. Блин, да ну нафиг. Что за дела? Опять фейл из-за какой-то ерунды. Блин, ну что, ускоряемся тогда? Я хотел нажать сюда на ульту, но не успел. Ребята, мышка что-то подклинила и вообще не в ту сторону повела. Понимаете, да, что все равно здесь победа за нами, но опять же фейл. Опять же фейл. Хорошо, блин, переигрываем. Ёлки-палки, мне уже надоело так просто тратить свою энергию. Давай, может быть... Нет, я все-таки хочу именно этим отрядом пройти. Вот так вот. Хочешь, как говорится, пройти все идеально, а у тебя никогда ничего не получается. Так, ну что, Ронин, по-моему, пора тебе выбежать. Нет, тут лучше нам не Ронина взять, а... Давай, наверное, вот так вот сделаем. Чумная мышь. Немножко их побомбит, а уже после вызовем Ронина. Ну, чумная, давай, бомби. Хорошо у тебя получилось. Так, вызываем, ребят, прыгуна. Не забываем, что здесь есть вражеский прыгун. Ульту я пока тратить не собираюсь. Так, смотри, смотри, смотри. Опа, 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 ребята. Вышел охламончик. Слушай, ну что, можно... Зачем я сейчас ульту потратил, а? Ладно, будем призывать тогда ведьму. Слушай, мы... Мы даже не дождались этого нежити, да? Жнеца. Мы подбили ему замок. Тем лучше для нас. Ну что, в сундуке нас ждет один скарчик на зомби. Опять же, взрывной зомби и 12 с половиной тысяч голды. Забираем, ребята. Ой. Ядерный робот. Не очень хорошо. Репульсор тоже не очень радует. А вот хиллбот, в принципе, неплохо. Ну что же, отправляемся с вами на следующий портал. И тут у нас начинается нефритовая долина. Раз. Долина. Как их звать-то уже? Я уже забыл, как их звать, ребят. Вообще. Вот когда долго не играешь. Так, фабрика роботов у нас здесь. Опять же, долина нежити. И подданные, да? Слушай, ни одного повторчика нету. Хм. В принципе, это хорошо. Мне нравится, когда все карты абсолютно разные. Ой. Ой-ой-ой. Смотри, что происходит. У нас здесь будет Ронин плюс всадник на журавле. Так. Естественно, будем брать, ребята, эту команду, да? За счет нашего щитобота и, как говорится, этого хиллбота. Ёлки-палки. Уже все в голове. Сумбурт. Естественно, нашего молотильщика. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ты посмотри, что делает. Пропили, пропили. Отлично, успел. Но надо прикрывать его. Сейчас, потому что второй Ронин выбежит. Как пить дать? Или не выбежит? Вышел, роднулик. Как же без него-то? Оглуши его. Так, а вот это плохо, ребят. Всадник на журавле. Его нужно контролировать кем? Естественно, паладином. Потому что паладин... Нет, можно, конечно, всадника на журавле вызвать. Ну-ка, давай так попробуем. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Подбомби! Не надо базу... Да чтоб... Ладно, у нас, ребята, есть друидка. Она сможет отхилять базу. Но для этого нам нужно с вами накопить, во-первых, энергию. А во-вторых, нужно, чтобы мне здесь всех подбили. Чтобы друидка именно здесь... Но, по-моему, мы сейчас базу разнесем быстрее. Что-то сегодня как-то нам не везет. Точнее, не везет мне. Да, я разнес ему башню, но... Моя-то повреждения не вылечила, поэтому... Обратно давай сюда и будем переигрывать. Слушай, ну Ронина довольно неплохо мы с вами держали, да? На контроле. Ничего он здесь особо сделать не смог. Но вот этот вот... Всадник на журавле все-таки пробомбил маленечко, да? Мне базенку. Ладно, давай попробуем. Опять, опять, ребята, он в истерике выбежал. Ты посмотри. Е, наказали. Так, я буду, знаешь, что делать? Копить, наверное, все-таки на паладина сразу. Потому что потом всадник на журавле выйдет. А нам он нужен? Нет, нам он не нужен будет. А вот так мы его будем контролировать. Быстрее Ронина только надо сносить. Чтобы всадник на журавле не подкосил по базе опять. Давай, 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 родной мой. Есть. Прожали. Ну вот, уже хорошо. Да, когда... Я вот заметил, когда долго не играешь в игру, да? Очень долго. Начинаешь потихонечку от нее отвыкать. Забывать, что, где, когда нужно. В принципе, с одной стороны, это хорошо. Потому что как будто вот ты заново играешь в нее. Потому что она приедается со временем. Когда ты уже в ней все досконально знаешь. А когда делаешь большой довольно-таки перерыв, да? Тебе как-то опять же в нее интересно играть. И вот в данный случай это так и происходит. Интересно в нее играть. И опять же нубишь, как будто ты в первый раз в нее вообще играешь. Так, ну что, ребята. Я смотрю, там терракоша у нас будет, да? Ну, мне-то в принципе на него плевать на самом деле. Меня больше здесь напрягает Ронин. Он меня напрягает и будет всегда напрягать. Каким бы он там ни был уровнем. Ну, давай выходи, Ронин. Да, смотри, ребят. Ну, он меня опять обманул, а? Он меня опять обманул, потому что... Потому что он сделал все не так, как нужно. Давай, паладин, быстрее, быстрее его бомби. Ну, два удара тебе надо будет для этого. Ой, смотрите-ка, кто явился и не запылился у нас здесь, а? Сам терракоша появился. Причем заморозка на него не подействовала. Странно. Так. Секундочку, я не понял, что здесь вот этот Гаврюша делает? Сейчас бомбанет, да? Слушай, нет, нам повезло. Я думал, опять он будет базу бомбить. Но нет, не дотянулся, так скажем. Давай тоже вызовем садника на журавле. Плюс щитобот. Вот базу-то мы расклепаем сегодня или как, а? Дорогуши мои. Я жду, жду от вас этого момента. И этот момент наступает. Есть. Так, карточка на пагоду выпала. Ну что же, а мы продолжаем, ребята. Третий у нас уровень. Третий уровень, здесь уже прибавляется тигр. Опять же, Ронин. Хочу поменять, вроде бы, как говорится, команду, но не могу. Потому что нужно контрить. А вот эта вот команда как нельзя лучше всего подходит именно для контроля Ронина. А он вышел спокойненько. И это, кстати, хорошо, ребят. Значит, мы его сейчас быстренько расчекрыжим. Потом будем, наверное, вызывать с вами паладина. Тут тигр. Не забываем про душу. Про смертельный крик. Да? Так, вызываем палыча. И нам нужен здесь всадник на журавле. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай-ка попробуем вот так вот сделать. Немножечко схитрить. Да, схитрил прям до невозможности. Хе-хе. Ну. Так, тигр упал. Отлично. Кстати, он упал без истерики. Никакой души не отправил. И мы дальше разбираем остальных архаровцев. Так, Ронин, хорош тут выделываться. Подбил все-таки мне щитобота. Слушай, что за дела? Я не понял. Карточка на Ронина выпала. Слушай, ну Ронин у нас, ребята, до сих пор не прокачан по фулочке. Опс! Вот это был нежданчик. Как раз, как говорится, не вовремя. Ну ладно, давай тогда мы тоже будем шалить. Раз такое дело. Ну все, базу мы ему сейчас распишем. Все четко, ребята. Это оно, а мы продолжаем. Предпоследний этап. Воу! Здесь у нас Вуджен, собственная персона. Погоди секунду. А что мы здесь можем с вами сделать? Хорошенького такого, классенького. Вуджена нам достать только прыгуном можно, в принципе, да? Ульта. Так, нет, секунду. Мы будем с вами все-таки вот этим отрядом бомбить. У нас есть друидка. Друидка нам должна помочь в этом деле. И вы знаете прекрасно, каким образом. Естественно, тотемы. Отбрасывание. Усиление. Я знаю, что Ронин там затихарился. Выжидает момента. Все не так идет. Я готовлюсь к одному, ребята, а выходит совсем все по-другому. Странно. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот, ребята, и Вуджен. Ну что, нам надо будет тогда вызывать всадников на журавлей. Тихо ты. Ронин, успокойся. Ты уже, честно говоря, напрягаешь меня в последнее время. Причем довольно сильно. Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Вуджена, дотянись за Вуджена, потому что... Е-е-е. Хотя бы так его хлопнули. Уже плюс. Вызываем еще, ребята, одного паладина. И молотильщика нашего. Так, карточка на Терракошу. Ай, шикарно. Вот Вуджен напрягает. Опять, ребята, он вылез. Опять он стоит именно за Терракотовым воином, да, и начинает вот из-под тяжка. Мы его сейчас подтянем сюда. Хотя и не надо было. Молотильщик его убил своей циркулярой. Так, ну-ка давай. Иди в обраточку. Против своих же. Давай, бомби. Ну. Так, теперь наказываем его. У него отхил, да, включился, ребята? А? Передамажил меня таки. Цыпленочек. Ладно, хорошо. Блин, ну как ты меня напрягаешь, а? Слушай, а что я жду? На самом деле нам уже давно-давно пора приз... О, ускорение. Все. И карточка на Вуджена еще нам досталась. Ну, а теперь последний этап. И смотрим, кто у нас здесь. Бог ветра или богиня солнца? Бог ветра. Соответственно, я сразу же беру вот эту, ребята, команду. Потому что... Потому что бога ветра лучше всего бомбить ультой. Да ведь? Так, ульта. Ульта. Ну, накопим на нее. Главное, чтобы Ронин не выбежал сейчас. Этот истерик. Нет? Смотрите-ка, вышел спокойненько. Равнодушненько. Блин. Как же мне хочется своего Ронина прокачать на 5 звезд. Я просто мечтаю об этом. Когда же это случится-то, елки-палки? Уже чумная мышь. Гриф. Опа! А вот это было подлиннько. Это было очень подлиннько сейчас сделано. Ну что? Ульта готова, ребята. Я буду, наверное, копить на ведьму. Нет. Давай вот так все-таки мы с вами сделаем. Перестрахуемся. А вот теперь можно будет уже вызвать и ведьмочку. Давай, родная, выходи. Так, кто там хыкает мне еще? Кто там хыкает? Вуджен, кто еще может хыкать, ребят? Ну, накажи ты его. А вот, ребят, бог ветра. Готов? Опачки. Не понял я. Я что-то не понял юмора. Началось, короче. Это как-то не входило в мои планы, на самом деле. Я думал, что мы его с ульты бомбанем. Но не тут-то вышло. Все. Не так наказали, так по-другому. Результат все равно, ребята. Один. Победа будет за нами. Родин там что-то вышел и не успел даже пикнуть. Как мы его расчехлили. Ну что, друзья мои. Забираем сундук нефритовой империи и смотрим, что нам здесь выпадет. Так, сакура. 12 с половиной тысяч голды. И черепаха. Да-да. Та самая медлительная черепаха, которая любит бомбить. Ну что же. А у нас, ребят, захватчики идут. Так, значит, Страж и с пушкой Жава. Страж. Меня напрягает здесь Страж. Ну, на самом деле, это очень-очень. Я думаю, что это один из самых жирных танков в этой игре. Его невозможно практически пробить. Его нужно бомбить фиг знает сколько. И если у тебя нет подходящих для этого юнита, естественно, будет фейл. Ну, у меня есть. У меня есть Терракоша, который справляется на ура. Пускай он идет медленно. Пускай идет медленно. Но зато лупит он. Будь здоров. Ну и, естественно, мои любимые баллисточки, которые сейчас будут сносить всех. На-ка, получил парнишка. Так, вызываем Джаггернаута. И я хочу фаерборчик, наверное, сейчас зарядить. Вот так вот. Все. Изи-каточка, согласитесь. Давай, давай. Ах ты, он еще одного вызвал, Стража. Как он все-таки медленно ходит. Но уверенно. Медленно, но уверенно. Уверен в себе, как говорится, Терракоша. Так, мне карточка выпала на Стража. Ну и все. Уничтожаем Базенку. И переходим с вами ко второму этапу. Шик и Блеск. По-другому не назвать. Ну что же. Давайте смотреть, кто у нас здесь окажется. А здесь прибавляется Тритоша. Да-да, тот самый, который любит вешать щиты, отражения и так далее и тому подобное. В общем, он бафер своего рода. Да? Так, бафера бафером. А что нам сделать? Как противостоять? Ну, в принципе, Тритоша падает с полтычка. Достаточно Баллисту призвать. Но я хочу немножко по-другому сделать. Я, наверное, буду сейчас Грифончиком пользоваться. Нет, Грифончиком я не буду пользоваться, потому что здесь жаба с пушкой. Она меня будет раздражать. Она будет убивать. Потому что Грифон, естественно, будет бомбить. Так, тихо, пришел. Явился и не запылился. Только про него байки говорили. И вот он не заставил себя ждать. Видите? Вешает щиты и всякое прочее. Так, бомбанули. И еще один. Так, вот, смотрите. Сейчас мой Грифон будет бомбить. Ага. Жаба с пушкой почему-то переключилась на Терракошу. Я думал, будет бомбить Грифона. Хм. Ладно. Это только плюс нам. Ну, Тритоша, валяйся ты. Ускорение. Оу, изи. Давай вот так вот. Тидыч. Нормуль. Мне нравится. Ну что же. Быстро мы с вами идем. Видимо, наверстываем наши промашки в начале игры, которые были. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, тут у нас уже бородавочник. Да? Который, который, я хочу вам сказать, довольно сильный и быстрый, если он выйдет в истерики. Да? Вы знаете, что он любит разгоняться и бомбить. Отталкивает всех твоих юнитов назад. Поэтому можно попасть. Но я... Во-во-во-во, смотрите, бежит. Сейчас будет толкать. Ну-ка посмотрим, насколько сильно... Слушай-ка. Пхе. На самом деле, я думал, будет сильнее урон. Но Терракоша выдерживает. И это классно, на самом деле. Терракоша это мощь. Правда, он у меня почему-то не так очень сильно, ребята, срабатывает. Каменная кожа, да? Которую обычно применяет враг. Но, тем не менее. Идем там, елки-палки. У меня даже, ребят, баллиста, насколько медленным бы он не был, и то обгоняет Терракошу. Хе-хе-хе. Ладно, стражник, ну что ты там бомбишь? Я не пойму, что ты там делаешь? Тебе же все равно ханарики. Я же сейчас вот призову жнеца своего и... Финита ля комедия будет тебе. Вот что я. Вот, вот это плохо. Это ты плохо сделал, парнишка. И зря. Фаербол, огонь! Нормуль. А вот и жнец сейчас мой подойдет. И все, и ихняя песенка будет спета. Жнец по здоровью не такой сильный, но по дамагу он будет здоров, ребят. Ух, как косит, смотрите как. Жух! Одного за другим. Так, и вот бозеночка, которую мы, естественно, с вами расписываем. Расписываем по полной программе. Четко все. Так, ну что же, а мы с вами переходим на предпоследний этап. Угу. Ой. Ой, кто здесь у нас? А у нас тут хищнец собственной персоны. Погоди-ка, а как же мы его сейчас будем с вами контролировать-то? Эта команда не подходит. Это я вам точно говорю. Хм. У меня остается либо-либо. Я думаю, что вот эту я возьму. Ну, здесь все-таки есть самурай. Он хоть как-то, надеюсь, нам поможет здесь. Хотя рассчитывать на него особо сильно не приходится. Так, сейчас будет, ребята, прыжок. Потом вот так попробуем. Насколько сильно он будет критовать? Он критует хорошо, просто на ура. Ох, елки-палки. А я не успею, ребята. А я не успею никого призвать к себе на помощь. Да, вот это вот фейл. А знаешь... А у меня другого варианта не было. Понял я, короче, этот уровень. Я его вспомнил, ребят. Тот самый левел, когда будут одни прыгунки, да? Нет, смотри-ка. Не тот. Я ошибся. Да тут ускоряться уже надо. Че мы будем тут с вами время тянуть? Время нам, как говорится, тянуть нечего. Блин, обидно, конечно, что у нас не получилось то, что я задумывал. Мы тут как бы сфейлились. Ну давайте, елки-палки, наказываем. Наказываем этого олуха. Тыквоголовый, кто тебя подбил? Понятно. Самое плохое, ребят, когда... Как тебе сказать? Когда прыгун активирует свой отхил. Его практически нельзя подбить. Он очень много восстанавливает в себе здоровье, да? Ну и, естественно, очень много наносит дамага. Просто ничего не получится. Че за ерунда, ребят? Смотрите. Я просто не могу ничего здесь сделать. Этот... Как его? Хищнец меня просто здесь одолил уже. Да, со стражниками мы тут будем... И, ребят, я в любом бы случае сфейлился, потому что, смотрите, уже даже по времени не уложился. Ты прикинь? Это говорит о чем? О том, что эта команда вообще не подходит. Сюда. Абсолютно не подходит. Поэтому будем, наверное, той командой играть. Не знаю, как у нас это получится все дело. Другого варианта все равно нету. И, смотри, главное, вот это вот тритоша, охломоша, да? Бафает раз за разом свою команду. Хищнец, ну ты достал. Ну, серьезно уже говорю. Ты просто одолел меня своими прыжками. Так, корни. Давай тигра призовем хоть в коем-то веке. А то он что-то у нас давно не выступал. Есть. Я все-таки разбомбил базу. Но, ребят, эта победа вообще не идеальная. Самая плохая победа, которая могла быть... Слушай, я предлагаю вот эту вот взять команду. Посмотрим, что у нас из нее получится. Ну, опять же, как мне контролировать хищница? Ниндзей, что ли? Ну, как вариант, можно попробовать. Давай проверим, ребят, насколько ниндзя справится с этим делом. Я понял все. А она не справляется. А что тогда делать-то мне ее? Извините. Что вы прикажете мне делать? Да, ребята. Все очень печально, на самом деле. Все очень печально. Ускоряемся. Так, карточка на хищница досталась. Давайте ульту применим. Ну, что там такое происходит? Слушай, ну вот если бы вот такое у нас было приличное расстояние бы, да, мы бы быстренько бы разнесли бы ему базу. Но вот именно самый первый хищнец, который прыгает, он меня раздражает. Ну, эта команда, она не справится. У меня здесь слишком жирные юниты. Понимаете, в чем дело? Слишком жирные юниты. Ниндзя здесь тоже не успевает. Хорошо, давай посмотрим тогда так. Кого мы можем с вами вообще заменить? Есть у нас какой-нибудь подходящий быстрый юнит, да, и в то же время крепкий. Таких, по-моему, у нас и нету. Так, забираем здесь 4 гема. Например, нам в этой команде нужно что-то поменять. Давай посмотрим, что. Какие у нас есть для этого ресурсы. Так, бородавочник, это все дорогое. Это все очень дорогое для нас. Ты представляешь, я ничего не могу себе найти подходящего. Нету. Просто нету, ребят. Нету такого жирного танка, который смог бы его задержать. Голема, если только брать. 175 он стоит. Если только голема. Хм. Ну, я думаю, что у нас не особо большой выбор, да. Возьмем с вами, наверное, голема. И посмотрим, сможем ли мы... Так, надо ему апнуть левел. Кстати, 531 тысяча голды у меня. Мне тратить ее больше не на что, да, я так понимаю. В общем... Ой, погоди-ка, я... А, все нормально, все нормально. Так, ну, если мне здесь не поможет и голем, да, за свои 175 маны, то извините меня, я тогда не смогу пройти этот вообще этап. Ну, давай, 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 сравним. Хотя я могу, знаете, что... А что, ребят, вот так, я же вот так могу сделать. Бумс, и все. Нафиг я что-то придумал, изобретал. Ой! Тихо-тихо-тихо-тихо. Ага. Вот голем-то нам тут пригодился. Хорошо. Слушай, ну вот сейчас хорошо пошло, ребята. Но не забываем, что сейчас опять... Вот он так и будет меня одолевать сейчас своими прыжками здесь. Ладно. Давай вызовем БФГ. Ульту. Так, еще вызовем одного с вами голема. Ой-ой-ой-ой-ой. Что такое, ребят, почему? Что так жестко-то там все происходит? Ну, естественно, это Тритоша там все, все колбасит. Вот что я тебе могу сказать. Именно он бафает врагов. Ну, точнее, своих цаклановцев там, скажем, да? И они нам уже задают трепу. В общем, ребята, прошел. Голем нам все-таки пригодился. Его увидели. Почему он мне пригодился здесь и как? То есть, я выпускал, например, жабу с молотом, да? Через него перепрыгивал этот хищнец. И дальше мне некого было выставлять. А вот големчик как раз, как говорится, шел на прикрытие. Ну что же. Думаю, что босса мы... Ого-ого-ого. Вышел, роднуля. Идет. Не спеша. Ну, хорошо. Так, погоди секунду. Погоди, погоди, парнишка. Честно говоря, я на это не рассчитывал. Что-то вы зачастили, роднуля. Давай, ниндзя. Пошел. Да, голем, конечно, пасует. Перед бородавочником. Это видно всем, надеюсь. Так, а я хотел богиню... Ветра хотел сказать. Богиню Солнца призвать. Естественно, богиню Солнца. И сейчас-то тут все должно у нас быть хорошо. Ульта здесь плохенькая. Вот что я хочу сказать тебе. Куда ты... Куда ты, хищнец, рванул? Так, ну-ка, богиня Солнца, давай. Эть. Не дожарила маленько. Ну, да ладно. Так, карточку не успел. Хотя бородавщик у меня, ребят, прокачан по полной программе. Невелика потеря. Ага. Кто явился? Да-да-да, сам смотритель. Ну. Блин. Началось, короче, да? Тихо-тихо-тихо. Подожди, что-то происходит. Что тут происходит? Только богиню Солнца мне не возьми под контроль. А то будет нам тут счастье сейчас с вами. А он взял. Ты прикинь? Он взял ее под контроль. И мне пришлось ее же уничтожить. Трындец, конечно. Он и инь взял. Накажите, пожалуйста, этого смотрителя. Вот что значит, ребята, фуф, ловенькая ульта. Поехали. День-день-день-день-день-день-день. Застанели, оглушили. Но толку-то от этого мало. Богиня Солнца, выходи. Подбили. 41 секунда у нас на все. Про все. Поэтому надо нам спешить. Иначе можем просто проиграть. 34 секунды. Блин. Слушай, а тут же жестко. Смотри, что происходит, ребята. Мы стража с вами не можем пробить. О чем тут вообще можно дальше так говорить? Так, ураганчик. Вот что нам здесь поможет. И сразу встанем. Заморозка. Все применяем. Потому что 18 секунд. И... Да. Мы справились. Слушай, давненько-давненько я таких вот эмоций не испытывал, когда боремся за последние секунды. Ну что же, захватчики. О, 13 карточек на лорда пустоты. И плюс 11 карточек на мою базу. Когда же ее прокачают-то по полной программе? Кто мне скажет, да? Когда это случится счастье? Ребята, Джаггернеут и Репульсор у нас впереди. Ну что я тебе могу сказать? Что Репульсор, Джаггернаут? Да мы справимся здесь. Ну, правда, жаба с молотом не такая сильная, как Джаггер, но бомбит нехило. А тем более, если мы сейчас еще прикроемся это дело ниндзей, то я думаю, вообще будет смачно. Что-то никто не выходит. Странно. А, вышел... Вышел Джаггер. Слушай, смотри, даже ниндзя здесь не такой мощный урон наносит по Джаггернауту. Ммм. Понятно, будем знать. Так. Там еще Репульсор этот помогает. Ахламон. Давай-ка попробуем с вами призвать как можно больше ниндзей. В 2-3 смычка они, мне кажется, порвать могут любого. Закидают своими сюрикенами. Вот и пошла разборка базы. БФГ-шка. Блин, БФГ-шку бы нам прокачать бы по полной программе, тоже было бы неплохо. Да, будем играть до тех пор, наверное, пока, ребята, с вами не прокачаем всех юнитов на 5 звезд. Это долго, я вам скажу. Это не быстро будет все, но... Ваше желание, как говорится. А я уж попробую его выполнить. Через годика 2-3. Так, ну что, у нас здесь прибавляется толкатель. Толкатель... Да, очень плохо контролировать, на самом деле. Даже если мы его будем сдерживать, он может нас откинуть. Да, своим отталкивающим ударом. Плюс еще и Джаггерна вот здесь. Ага. Так, давай вызовем, наверное, с вами Голема. И все это дело подкрепим ниндзей. Слушай, мне кажется, что Голема можно убрать и все-таки вернуть обратно нашу Некро. От Некро здесь, мне кажется, больше будет толку. Могу ошибаться. Но вот почему-то кажется, что вот так вот лучше. Некро все-таки вызывает скелетиков своих, да? Вот эти вот черепундели, которые наносят неплохой урон. Да что ты будешь... Смотри, ребят, сейчас нас, по-моему, тут вообще оттолкнут до самой базы. И там еще и распишут. Что-то вот к этому все идет дело. Ты посмотри, что происходит. Ты посмотри, что происходит, ребят. Нет, 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 не надо, не надо, не надо. Этих бомбим и Джаггерна вот подходит, да? Что такое? Что тут творится? Блин, толкатель идет. Ребят, по-моему, фейл. Тут фейлом пахнет, я тебе скажу. Ну. Урон. Все, ребят, мы получили с вами урон по базе. Вот об этом я и говорил, что толкатель... Упырь этакий. Все-таки сделал свое грязное дело. Ладно, ребят, ускоряемся. Будем проигрывать здесь, потому что, ну, я не смогу его пробить. Джаггернаут слишком крепок для меня. А вот команду другую я взять с удовольствием хочу. И это будет команда кто? Где у нас Тигр, да? Где у нас Тыквоголовый, получается. По-моему, эта команда будет разруливать здесь ситуацию. Сейчас мы с вами глянем-ка. Энергия есть. Ух, тут энергии еще до кучи. Слушай, хотя... Во. Нет, я ее оставлю. Вот у меня команда-то есть. Господи, тут еще две энергии. Че я про нее-то забыл? Тут Джаггернаут у меня есть. Тут у меня есть Баллиста. Ух, все. Ихняя песенка спета. Так, давай-ка. Начнем, начнем, ребят, по стандарту. А стандарт у меня какой? Терракоша. Усач. Да-да-да-да-да-да, Джаггер. Куда ты разогнался, а? Мы же тебя сейчас порубашим. На клочки. Так, это нужно успеть, ребята, до прихода. Блин! До прихода, хотел сказать, толкатель. А он уже появился, не заплился. Все, опять фейл, что ли, будет? Опять фейл. Сейчас столкнет, ребят. Не успел. Упырёныш не успел, а мог бы. Я тебе серьезно говорю, он бы мог спокойненько бомбануть сейчас. Слава богу, у меня фаербул, как говорится, откатился, и я успел его применить. Так, ну теперь я маленечко на расслабоне, потому что дальше все у нас под контролем будет. Так, рубите, рубите этих маленьких упырей. Так, тихо, 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 он близко подошел к базе. У него довольно неплохой радиус поражения, я имею ввиду, именно у толкателя. Он даже может вот здесь вот стоять, да, где моя баллиста, бомбануть и нанести повреждения моей базе. А так как у меня здесь нету отхила, естественно, это был бы фейл. Ну а так, ребят, мы наказываем, естественно, сейчас будем уничтожать базу. Так, понеслась, давай еще одного. Вызовем нашего таракошу. Три таракотовых воина, это жесть. Я с одним-то справиться мучаюсь, а тут трое. Так, все-все-все-все-все, толкатель, успокойся. На дорожке все-таки там что-то выпендривается. Прошли, команда доказала, что она достойна, ребята, быть одной из лучших. Ага, здесь у нас ракетный бот. Слушай, вот, кстати, ракетный бот тоже опасен, поэтому никогда не стоит оставлять юнита возле своей базы. Потому что если ракета полетит по юниту, она, соответственно, заденет и базу. Это касается именно баллист. С ними нужно быть вот аккуратно именно на этой миссии. Так, давай выпускать нашего таракошу. Потом, я думаю, да, грифончика вызовем с вами. Хотя нет, нет, не грифончика, наверное, вызовем джиггернаута. А вот и явился, ребят, не заплился. Тот самый... Хжмурик, про которого я вам говорил. Пускай лучше он здесь бомбанет, чем, как говорится, по базе. Давай, 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 да. Репульсор. Тыньц, готовчинка. Вот теперь можно спокойно призвать баллисту. А вслед с баллистой, я думаю, что... Давайте жнеца вызовем, а? Хватит уже на них любоваться. Смотри, что делать, да? Выбирает, выбирает цель. Рандомно. Да, бедный баллиста моя. Так, ну что? Фаерболл нет, пока придержим. Мало ли сейчас выйдет... Вот, вот теперь можно. Против джиггера с удовольствием надо применять. Фаерболл. Так, и вызовем баллисту. Так, 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 давай, 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 давай. Этого выпустил все-таки, а? Видели, да? Массовое поражение производит вот эта вот бомба, которую выпускает ракетный бот. Поэтому... Есть. Поэтому нужно его как можно быстрее, ребята, уничтожить. И главное, чтобы возле твоей базы никто не стоял. Это будет плохо. Ну что же, предпоследний у нас этап. О, физкультурник. Давненько я его не видел. Так, физкультурник. А как мы будем с вами наказывать? Блин, опять этот толкатель, а? Чтоб его разорвало на тысячу кусочков. Мне не нравится с ним играть. Серьезно говорю. Слушай, у нас расстояние с вами большое. Давай попробуем вот этой командой. Тыквоголовый. А что он мне здесь может сделать? Как он мне может помочь в нашей данной ситуации? Не знаю. Бросить тыкву, если только свою, и все. Тигр. Давайте на тигра, наверное, накопить. Потихонечку, да? Вызовем тигра. Тигр, потому что по сравнению с силой он где-то как джиггернаут. Должен быть на равных с ним. Так, вызовем тигра. Вот посмотрим, за сколько быстро он, ребята, справится с толкателем. Посмотрим сейчас. Ну, практически, ребят. Практически на ура. Как это так? Как-то у меня тигр, вы видели? Он в воздухе у меня завис. Что это такое было? Что это за новости такие? А почему, интересно, джиггернаут застыл в корнях? Такого раньше не было. Что-то новенькое тут происходит, ребят. Так, давай, 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 давай бомбить. Да, нам так придется, ребят, до посинения бомбашить. Посмотри, ураганчик. Ураганчик-то хорошо, это всегда хорошо. Ребят, выпускаем корни, заморозку, берем энергию и выпускаем... О, дедулечка созрел. Сейчас дед тут наделает делов у нас. Давай, давай, дедуля, там тебя ждут уже. Заждались просто. База ждет, когда ты ее все-таки накажешь. Ну, давай, подходи, бомбани разочек, чтобы там всем было худо. Бумс, отлично. Даже джиггернаут нам не поможет здесь. Все. Дай-ка я заберу это. Отлично. Продолжаем с вами играть. И здесь, ребята, последний этап. Посмотрим, какой босс. У-ху-ху-ху-ху. Сынуля, это ядерный робот. Я, ребята, в нем вообще не вижу никаких трусий. Единственное, что, знаете, у меня команда не критовая, да? То есть, дамага мы наносим здесь мало. Этот ядер-бот может успеть дойти до моей базы и там расчехлиться. Но мы можем его опередить, на самом деле. Если захотим. А нам нужно. Мы можем разбомбить ему базу быстрее, чем он это сделает. Так, тигр, давай, родной. Так, посмотрим. Ух ты. Что-то как-то кисловато мы наносим урон. Но у нас есть корни. Это уже, ребята, на всякий случай. Да? Давайте накопим на деда. Так, и нам нужно спамить. Нам нужно очень много спама, потому что физкультурник идет. Давай выпустим корни, наверное, с вами. И будем уже вызывать дедулечку. Дед, пошел. Пошел, дедуля. Так, спасибо за физкультурника, за карточку. Паука-бота. Так, еще один, да, вышел? Смотри, сейчас что будет. Смотри, что сейчас будет. Сейчас, дед, без компромиссов просто будет бомбашить. Ты, дичь. Я, кстати, не вижу, чтобы у него ядер-бот вышел. Почему-то его нету. Когда же ты выйдешь? Ядер-бот, когда ты выйдешь, скажи-ка мне, родной. Не хочешь спрятать? Вот он. Только... Ну, мы, по-моему, базу сейчас разбомбим, ребят. Смотрите. Как всегда. Никуда он не успел дойти. Ну что же, открываем сундук и смотрим, что нам здесь выпадет. Ну-ка, давай, 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 давай. Показывай мне. Так, хилл-бот, да? Ну, на самом деле его звать ремонтный бот. Но я его называю хилл-ботом. Смысл не меняется. Так, друзья, у нас опять нежить. Опять нежить. И, кстати, здесь очень плохо. Потому что здесь у нас чумнуха. А с чумной мышью я могу с... Принц... Хотя... Ладно, ребят, давайте попробуем. Хочу чумную мышь законтролировать с помощью нашего паладина. По идее, мы с ней, с мышью летучей, да? По-одинаковому манья. Поэтому давай-ка посмотрим. Ну, естественно, паладин выигрывает в любом случае по сравнению с чумнухой. В любом случае он должен выиграть. Так. Главное ему ударить хорошенечко. Вот. Да елки-палки, на кого ты приключился-то? Он на голема приключился. Все, все-таки мы пробили. А он вызывает еще одну. Ты прикинь? Он взял и вызвал еще одну чумную летучую мышь. Так. Отлично. Давай-ка вызовем, наверное, нашего щитобота. И молотильщика. Для затравочки. Норм. Заморозка. Слушай, все идет как нельзя хорошо. Ты посмотри. Вообще четенько. Да, нежданчик для меня. Разнесли, короче, моему базу. Ну что же. Переходим на второй этап. Слушай, а сколько нам еще там проходить? Блин, у меня энергия-то хоть... Ага, здесь... И все, что ли? Только две энергии осталось? Блин. Это же плохо, на самом деле, ребят. Плохо почему? Потому что мы даже до портала, наверное, не дойдем. Хотя мы никогда и не успевали. Кто не верит, тот может посмотреть. Фу ты, елки-палки. Я же думал, кто-то вылетел. Ну, я имею в виду из обычных врагов. А это просто Каспер тут. Решил побаловать. Полетать. Понаслаждаться жизнью. Ну что же. Давай, роднуля. Покажи ему, почем. Фунт лихо. Каспер, ты достал уже, серьезно тебе говорю. Отвали от нас. Так, выходит, ребята, голем. А я вызываю чумнуху. И, естественно, сейчас ультану. На-ка тебе, паршивец-то этакий. Ну, изи. Так. Карточка у нас, ребят, на мышку. Выпала. Ну, давай, 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 давай. Каспер этот доставучий. Нормуль. Я считаю, что хорошо. Довольно легко, быстро и просто прошли. Ну что же, третий этап. Ой. Третий этап, ребята. Здесь чумная мышь. Здесь служитель тьмы. Так. Так, секунду. Я даже не знаю, что мне сделать. Я, конечно, могу попробовать тыквоголовым законтрить чумную мышь. Но, мне кажется, тут вариантов очень и очень мало. Ть. Ладно, хорошо. Будем до победного, ребята, драться. Ну, здесь, естественно, нужно вызывать тигра. Это понятное дело, да? Потому что идет голем. А вот дальше нужно вызывать, ребята, обязательно тыквоголового. Чтобы он заранее уже мог бомбить. Чумная мышь. Нет, пока еще не вышла. Так, у нас служитель тьмы и собственной персоной подходит. Сейчас начнет захиливать. Начнет захиливать и, соответственно, моих юнитов уничтожать. Давай-ка вот так сделаем. Блин, мне срочно, ребята, нужна еще... Одна тыква. Еще одна тыква нужна мне. Иначе фейл. Ну, давай-давай-давай-давай-давай. Так, попробуем что-нибудь из этого сделать. Ну! Господи, да ничего тут не получается, ребят. Два выстрела нужно сделать тыквоголовому, чтобы убить чумную мышь. Два выстрела. А мы, как всегда, с вами бомбим кого? Естественно, голема. Мы не будем успевать с вами это делать. Хорошо. Вот у нас вроде энергия накапливается. Я сейчас попробую еще призвать. Тут еще, видите, отравление вот этого лужи ядовитого, которую выпускает чумная мышь. Очень бесяво. Хорошо. Вот тут хорошо сейчас пошло. И опять мы с вами переключаемся на голема. И опять же... Нет, смотри-ка, все пока хорошо. Все, пока хорошо, ребята. А ну-ка, а может быть все-таки успеем как-то прожать противничка? Ну-ка давай, ребят, понапряглись. Нормуль. Слушай, напряженно было, но справились тем не менее. Так, предпоследняя миссия. У нас, кстати, одна энергия. Может быть где-то еще откатилась. Ничего не откатилось у нас, к сожалению. Тут еще и некра. Ну, в принципе, тыквоголовые с некра справляются просто в два щелчка. В два. Бросает тыкву, уничтожает саму некра. И, соответственно, вот эти вот черепундели, которые там прыгают. Так что все хорошо. Но опять же чумная мышь. Опять же она здесь присутствует. И опять же она будет меня напрягать, раздражать. О, ху-ху-ху-ху. Ах, вот еще в чем проблема, ребята. Здесь привидение. А у меня тыквоголовые очень и очень слабы именно к призракам. Они довольно быстро их уничтожают. Давай так попробуем сделать. Да, как бы хорошо получилось, но в то же время не очень. Понимаете, да? Фейл здесь, ребят. Здесь фейл. А что это? А, привидение в корнях. Я думаю, что там еле-еле идет. Ну, давай, тыквоголовый Ну, выходи ты, господи Энергии не хватает О, тут две чумнухи По-моему, все, нет? Нет, не все, пока еще не все, ребят Пока есть шанс у нас Маленький, но есть Смотрите, сколько наносит урона Привидение тыкви, где она там? Где привидение? Оно же летело тут, я видел его Что, в корнях, что ли? Померло, походу дела, да Ну, туда ему и место Я имею ввиду некра Так, смотри, тут Тут что-то вообще заваруха конкретная Давай еще одну тыкву призовем Смотрите, сколько, ребята Нехило, да? Вот если бы у нас бы здесь Был бы хил какой-нибудь Кстати, насчет хила надо подумать Он бы Хилил бы, например, наших Тыкв, да? И тогда все было бы Прикольно и классно Привидение, давай-ка обратно чеши А мы в этот момент С вами будем бомбить вражин Вот сейчас, кстати, очень хорошо Нам помогло это сердечко, ребята Так, 37 секунд У нас время, ребят, на исходе с вами Понимаете? Время на исходе Да господи, мы забомбим сегодня или нет? Давай, 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 давай Там стреляем по черноку просто Чумнуху разбомбили Самурай мой в истерику впал И давай, последний удар Есть Ух Мы продержались с вами Слушай Хватит энергии Ну, хоть где-нибудь Откатик есть? Есть Есть, ребята, откатик Хух Поехали Ну, здесь будет попроще Здесь у меня баллисты есть Поэтому Чумная мышь для меня здесь не проблема Так Начнем с кого? Начнем с таракоши По стандарту Почему бы и нет? У него кто там? А, у него дед Да? Босс будет дед здесь Ну, а у меня будет жнец Ой Секунду, ребята Тут фейлом пахнет Сейчас можем сфейлиться Чумнух идет Давай-ка быстренько попробуем Вот так сделать Вот Теперь на расслабончике я Теперь у нас все отлично Так, ну что Големчика сейчас распишем Да? Фаерборчик прим... Нет, не будем пока применять Я думаю И так справимся Или применить все-таки Нет, не будем пока Можно жнеца Нет, вот сейчас будем жнеца с вами вызывать Жнец выйдет И все Будет у нас хорошо Ты смотри-ка Что делает служитель тьмы? Начинает конец Вот, ребята Вышел, вышел дед Вас то шупа, дед Ну, посмотрим, кто кого Так Ой-ой-ой-ой Колоссальные удары наносят Смотри, что происходит Ё-моё Его же хиляет, ребята Этот Служитель тьмы Да Не успел дохилять Ну-ка, фаербол Вот так вот Ураганчик Ох, все Ребят Я могу сказать вам одно Здесь победа будет за нами Смотри, что происходит Просто отлично все происходит Расстреливаем Расстреливаем Колобки Но это не помеха для нас Ну все, ребята Давайте уже базу бомбить И Заканчивать, как говорится, на этом Так Понеслась Разруха Фаербол В довес А, не успел даже Так Забираем сундук Смотрим, что нам Выпадет в нем Угу Здесь карточек на деда Зомби И Суицидник, да Так Это у нас, ребята Последняя долина Да, долина поддана Которую нам нужно пройти Чтобы перелететь В 112 Портал Но, по-моему, у нас энергии с вами нету Сейчас мы глянем это дело Да Ну что ж, друзья Тогда будем завершать на этом, да И увидимся уже в следующих новых видосиков Так что, всем пока и до скорого Субтитры сделал DimaTorzok